Всем привет, друзья! С вами Камран Гасанов, это передача Королей Пешки. Часто в этой студии, в этой программе мы с вами обсуждаем вопросы внешней политики международных отношений и констатируем тот факт, что мировой порядок меняется. Но мы должны понять, что мировой порядок меняется не только в политике, но и экономике, и финансах. И часто эксперты, экономисты говорят о том, что доллар переживает кризис, хотя об этом очень давно говорится, но в последнее время еще чаще. И чтобы понять, насколько это так, действительно ли происходит отказ мира от доллара, и насколько возможен этот процесс во временной перспективе, я бы хотел эти вопросы задать эксперту. Сегодня у нас в гостях эксперт по международному, по финансовому и валютному праву Мехтиев Мехти. Приветствую. Мехти, я тебя приветствую, спасибо, что согласился на это интервью. Хотел бы начать с самого такого нашумевшего, да, в последнее время это обсуждать. Значит, эксперты фонда Рокфеллера заявляют о так называемой золотой лихорадке, о том, что ряд стран, включая Китай, Россию, Турцию и страны Персидского залива, массово скупают золото. И фактически золото превращается в своеобразное оружие против доллара. Вот как ты считаешь, насколько этот процесс действительно происходит, что именно вот закупка золота является признаком ослабления доллара, и вдогонку этому вопросу, действительно ли мы можем констатировать вот такой процесс, как дедолларизация? Или это какое-то временное явление, и все вернется на круги своих? Нет, конечно, это не временное явление. Более того, это ведь началось достаточно давно, дедолларизация, но она больше шла в рамках регионов, что было естественно, потому что регионы объединялись и создавали свои замкнутые производственные технологические цепочки, цепочки добавленных союзов и так далее, и было всегда проще просто расплачиваться в национальных валютах. Вот один из ярких примеров, это на самом деле Европейский Союз, я один из самых первых, потому что они еще лет уже 20 с лишним назад ввели в оборот евро, то же самое происходило и в других регионах, например, мы сегодня говорим о том, что в Евразийском экономическом союзе мы в основном используем российские рубли, но ведь мы в рамках СНГ тоже всегда использовали больше, я имею в виду со времен развала СССР, использовали практически 60-80% расчетов были в рублях. Почему? Потому что все эти страны торговали в основном с Россией, это был вопрос доступа к российской рынке, товаров из стран СНГ. И это происходило во всех регионах, но то, что сейчас происходит, вот этот массовый, скажем, можно констатировать, что это частично уже массовый такой отказ от доллара, он связан, конечно же, с геополитическими рисками, в первую очередь именно с геополитическим, то есть здесь больше не экономические факторы, а уже такие вопросы мировой политики, безопасности и так далее. Что касается золота, о том, что идет золотая лихорадка, это тоже началось не вчера, потому что если мы посмотрим на цены на золото за последние уже 25 лет, то мы увидим, что золото росло в цене к доллару за этот период, выросло примерно на 800%. А сейчас уже очередной виток, потому что в самом начале нулевых он стоил где-то 250 долларов, а сейчас уже 1800 где-то. То есть это тоже достаточно давно происходило, но тут дело в том, что золото является не только инвестиционным инструментом и неким таким активом, в котором можно переждать глобальный кризис, потому что очевидно, что мы сейчас вступаем в рецессию, точнее мы уже вступили в рецессию, а во время рецессии всегда металлы и некоторые другие активы растут в цене, потому что это некий такой способ хеджировать свои риски. Плюс ко всему вот эта заморозка российских активов всем показала, что в долларах держать не так уж надежно, а если не в долларах, то в чем? Нельзя же все держать в юанях, поэтому естественным образом страны увеличивают долю именно золота в своих резервах. То есть раньше тоже росло золото в резервах, например в России, но почему? Потому что тогда в 2014 году ввелись санкции, и мы тогда поняли, что надо увеличить. И Китай увеличивал, и кстати по-моему еще Турция, и там ряд других стран. Но почему я сказал, что золото это не только инвестиционные активы, это же ведь еще и сырье. И в наши дни, когда бурно идет вот этот процесс цифровизации, у нас увеличивается количество всяких цифровых технологий, вот этих электронных устройств и так далее, а в них всегда используется золото. То есть золото это еще и сырье для промышленности, поэтому спрос на золото вызван разными факторами. А если золото растет, то конечно все будут стараться уходить от других активов, которые не растут, и наоборот входить в те активы, которые будут расти. Поэтому это своего рода хиджирование. И вообще, когда мы говорим о золоте, ведь эти колебания уже не разбыли. Золото уже однажды очень резко выросло, еще там на рубеже 60-70-х годов, как раз когда отменили золотой стандарт. Абсолютно верно, да, это был 71-й год. И проблема там заключалась в том, что еще к концу 60-х, тогда центральные банки развитых капиталистических стран пытались скоординировать свою деятельность, чтобы стабилизировать цены на золото. Почему? Потому что все валюты были привязаны к доллару, а доллар к золоту. Но по факту цена на золото формировалась под давлением рыночных факторов. Там были и другие факторы, естественно, тоже, но в первую очередь было именно рыночные. После отмены было решено, что золотой привязки больше нет. Это четвертая статья статей с соглашением ВФ, вот этот базовый документ, который регулирует валютные отношения, валютные обязательства всех стран мира и так далее. И далее встал другой вопрос. А что теперь для нас всех будет ориентиром? Вот ориентир в качестве ценообразования на мировых рынках, понятное дело, это был американский доллар. Почему? Потому что американская экономика, промышленность, она была гигантской. Там и чуть ли не каждый третий товар производимый попадал на американские полки. Поэтому вот эту всю цепочку производства товаров было проще рассчитывать как раз. Даже несмотря на то, что доллар отвязали от золота и вроде бы должно снижаться доверие к доллару. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Ну там доллар сначала рухнул в цене, но там чуть позже европейские валюты тогда тоже упали. Но тем не менее из-за того, что для торговли, для извлечения прибыли нужно было что-то произвести и продать американцам, условно говоря. А там они пользуются долларами, поэтому и на эти доллары потом можно было что-то купить у тех же самых американцев. Поэтому доллар стал все равно резервной валютой, его доля в целом-то сильно не упала. Проблемы начались позже, когда уже Советский Союз развалился, появился современный Европейский Союз, Еврозона и так далее. И вот мир, наверное, с конца 90-х годов находится в этой постоянной турбулентности. Потому что мы на самом-то деле потеряли некий ориентир для ценообразования, для координации денежно-кредитных политик, центральных банков. Для того, чтобы координировать, как-то, скажем так, успокоить колебания курсов валют, движения капитала и так далее. И тут тоже возникает вопрос, почему вроде бы СССР развалился, Америка превратилась в единственную сверхдержаву. Вроде должно укрепляться доверие к доллару, но вот такие проблемы. Да, конечно. В этом и вся проблема, на самом деле. Потому что то, что развалился СССР, и, казалось бы, мир перестал быть биполярным и стал однополярным. Но тут есть парадокс. Вот эта глобализация как раз-таки сама привела к фрагментации, скажем так. Потому что страны начали объединяться, производители сырья или еще какие-то. Или другие страны поняли, что им проще, ввиду своих географических каких-то особенностей, кооперироваться. Интеграция в регионах, АSEAN, Евросоюз. Да, да, да. И у нас, да, в Африке, там несколько интеграционных вот этих региональных организаций. У них даже есть свои договоры, которые охватывают всю Африку. Там учредители акт Африканского союза, договор о создании африканского экономического сообщества. И вот эти договоры, что интересно, они координируют и региональные организации, и государства. То есть внешне политические, точнее внешне экономические, социальные политику государством и организации. Все это координируется. И вот если мы уйдем от доллара и у нас появится, например, региональная валюта, то на самом деле у Африки хорошее будущее в этом плане. Если они решат свои внутренние вопросы, связанные с конфликтами и так далее, то мы в один прекрасный момент увидим, что они предстали как единый континент. А в чем их стимул переходить в национальные валюты? Ведь все-таки при всех проблемах доллара, но тягаться с долларом тяжело, и местные валюты, они очень подвержены изменениям, они слабые. Более того, если исходить из чисто экономических интересов, на самом деле никто особо-то и не хочет уходить от доллара. Потому что у нас, как я уже сказал, у нас и так нет ориентира. Мы не можем очень часто определить, а вот что является нормальной ценой, вокруг чего нужно стабилизировать цены. А это же главная полномочия центральных банков. На самом деле этого никто не хочет. И все были только за, что есть какая-то валюта, и значит можно обменять и так далее. Но вот эти геополитические риски и вот это западные попытки Запада навязывать свои ценности и так далее. Санкции все те же самые, да. Или, например, страны, которые сотрудничали с Китаем, Россией, им препятствовали, я имею в виду африканские, да, там препятствовали, значит, тому, чтобы западные вакцины во время пандемии предоставляли им бесплатно, да, эти вакцины и так далее. То есть мы видим, что просто доллар начали использовать как политическое оружие, да, и вот это вот всех напугало. Потому что ведь сама экономика, особенно если она рыночная экономика, ведь она должна функционировать без политического вмешательства, да. Именно поэтому к доллару было такое доверие, потому что все понимали, как формируется курс доллара, все знали, что вот у них есть там верховенство права, там и так далее, что всегда можно вложить любую сумму в американскую экономику до последней копейки, потом все это забрать обратно, да. То есть было доверие именно к доллару. А сейчас нету. А сейчас доверие падает, конечно, потому что вот Россия же не первая страна, которым заблокировали средства. Вот раньше еще думали, ну там Корею заблокировали, Венесуэлю, ну как бы такие страны, они не имеют какой-либо такой значимой, не настолько значимой. И особенно крупные развивающиеся страны предполагали, что их это не коснется, потому что они крупные экономики, они влияют и на цены, на отдельные товары, на мировых рынках и так далее. Но когда ввели санкции против России, все поняли, что никаких, по сути, барьеров для Запада для использования вот своей финансовой системы в качестве оружия уже нет. То есть правильно я понимаю, что основной риск именно хранения денег в долларах, это если ты хранишь там в американских банках, да, или вот в каких-то инвестиционных учреждениях. А если вот ты физически у себя держишь эти доллары, тебя как-то могут наказать? То есть эти же доллары у тебя не могут физически отрабатывать? Да, ну как бы столько наличных мы не найдем, чтобы их в наличной форме держать, да. Но если мы держим, открываем какие-то долларовые счета, то они, там очень сложная схема, они все равно отражаются на корреспондентских счетах, которые находятся в западных банках, которые там под надзором ФРС. То есть если у нас резерв, да, допустим, треть в золоте, треть в евро, треть в долларах, вот эта одна треть наших резервов валютных, она все равно как-то манипулируемая из США. Да, через денежно-кредитную политику, через банковский надзор, конечно, они все равно имеют досу. Ведь это же на самом деле еще вопрос суверенитета для американцев, значит, получается, что их валюта где-то там по миру ходит, а они не имеют никакого контроля. То есть, по сути, где ходит мировой доллар, в каких частях, да, по сути, Америка там щупальцами своими контролирует все. Да, конечно, и то же самое и с евро, потому что так устроен банковский механизм вообще, и сам финансовый механизм, вся вот эта инфраструктура. Кстати, мы говорим только о долларе, а ведь там еще и сама банковская инфраструктура, и расчеты международные, да, переводы денежных средств и так далее. Это вот все и... Так элементарно, вот эти всякие мастер-карты, виза-карты, да, если они в долларах, ты не можешь их использовать. Да, 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 конечно, конечно. Вот и нас, кстати, отключили, мы видим, что даже SWIFT, по сути, да, SWIFT находится в юрисдикции, по-моему, Бельгии, если не ошибаюсь, там, Центральный банк Бенгель, Бельгия, он является своего рода филиалом Европе и Центрального банка, да, как государство Еврозона, но вот он находится в их юрисдикции. А если вот, допустим, у меня была карта, скажем, ну, какого-то банка, мастер-карт, да, там лежали деньги в долларах, они заморожены или я их могу потратить? Насколько я знаю, тут у нас заморозка была невозможна, я имею в виду конкретно про Россию, потому что мы создали свою альтернативу, это такой технический вопрос, я небольшой специалист же в этой сфере, потому что вот банки, которые находятся в юрисдикции Центрального банка, да, тут как бы мы, наши счета особо не были затронуты. То есть ты их можешь в рублях снять, да? Да, мы же могли, нас там ввели, ограничения движения капитала, ограничения там для снятия, там есть некоторые там, то есть конвертации, покупки и так далее, там ограничения все эти водились, но в общем и целом, да, конечно, мы же все равно можем и копить, и держать в долларах. Ну вот тут еще такой вопрос, а насколько ликвидны эти средства, вот если мы можем в любое время какой-либо товар по рыночной цене его продать, обменять и так далее, то это высокая ликвидность. Тут, кстати, у золота есть небольшое такое, значит, колебание, не тоже колебание, уступая доллару, да, в этом смысле, потому что, ну, золото все-таки это тяжелая вещь, да, дай бог, чтобы у каждого самая большая проблема была в том, что золото тяжелое, да, вот, потому что его надо куда-то перевозить, таскать, хранить и так далее, то есть это все-таки менее такой ликвидный товар, чем актив, да, чем сам доллар, вот, но в целом большинство, это у нас после 14-го года, если ты помнишь, мы потом, у нас и Банк России очень активно начали разрабатывать свою вот эту внутреннюю, значит, финансовую вот эту инфраструктуру, да, карты МИР появились и так далее, то есть мы сами контролируем вот эту инфраструктуру, поэтому до сюда еще их руки не доходят, но как могут, вот, как ты сказал, своими шупальцами, они могут добраться до любого государства, если все используют доллары для международных расчетов, да, для экспорта, импорта и так далее, то денежно-кредитная политика ФРС оказывает прямое влияние на другие страны, да, у нас мы видим, что американцы, например, периодически меняют вот эту методику расчета инфляции, да, то у них базовая инфляция, то у них там еще какие-то индексы постоянно добавляют и так далее, но в конечном счете для других стран это цены как росли, так и растут, да. И ключевая ставка, если поменять, да, те же самые доллары имеют другую стоимость. Да, конечно, когда они, например, поднимают ключевую ставку, это сразу вызывает отток капитала из других стран, потому что все начинают менять на доллары, потому что там уже, скажем так, прибыль больше, дохода больше там по бумагам и так далее. И наоборот, да, когда американцы снижают ключевую ставку, то капиталы идут в развивающиеся страны, да, и вот это вот постоянно вызывает какие-то колебания и так далее. Поэтому всегда проще, да, еще надо иметь в виду, что если, предположим, страны СНГ преимущественно торгуют с Россией, то они все равно так или иначе будут ориентироваться на рубль, просто потому что это главный рынок сбыта для них. Да, там есть Казахстан, Азербайджан, они много экспортируют нефть и газа. На Запад. Да, на Запад, да, и в другие страны вообще они экспортируют, куда бы они не экспортировали, они экспортируют в долларах США, да, поэтому им приходится учитывать вот разные валюты. Но в общем и целом мы видим, что вслед за падением курса рубля, если мы просто посмотрим на графики, да, курса валют, то мы увидим, что вслед за российским рублем обваливаются потом и валюты страны СНГ, потому что очень много товаров они импортируют именно из России, да, очень многие товары, наоборот, экспортируют в Россию. То есть это одна экосистема. Абсолютно верно, да, она одна экосистема, более того, она в какой-то очень, кстати, подходящее слово экосистема, потому что экосистема это некая такая закрытая, да, структура, которая там тяжело поддается изменению. Вот мы, например, там, по-моему, до четверти нашего промышленного экспорта, промышленного производства, сельхозтехники и так далее, это страны СНГ, да. То есть страны СНГ покупают там тракторы, комбайны и так далее, выращивают там овощи, фрукты, продают в Россию. Это, собственно, и есть эта интеграция. И поэтому, кстати, вызывает удивление то, что страны СНГ, многие, они не торопятся в Евразийский экономический союз, потому что в таком случае у них, наоборот, будет больше доходов, да, от экспорта, их экспортные товары, их товары на российских рынках будут более конкурентоспособными и так далее. Вот, и такая тенденция, она наблюдается везде, поэтому некоторые страны, они всегда будут ориентироваться не на доллар. Ну, например, вот есть такие государства с Вазиландой или Сотой, да, на юге Африки, там у одного из них название поменялось, сейчас не вспомню точно. Вот у них до недавнего времени в обращении был южноафриканский ранд. Потом, когда они сформировали свои центральные банки, все-таки после периода колониализма, у них не все, они долго очень формировали органы власти и так далее. Вот когда они сформировали уже свои эмиссионные центры, они запустили свои валюты, но они просто привязаны к южноафриканскому ранду, хотя у них никаких проблем с Западом нет, да. То есть, это еще и экономический фактор. А вот крупные государства, вот это очень важно, то, что крупные развивающиеся страны, они сейчас начинают уходить от доллара. Вот это, ну, нанесет такой серьезный удар, скажем так, по американской экономике в целом. Может, даже и не развалит ее, может, доллар все равно сохранится, как бы это еще. Вот об этом я хотел отдельно спросить и в привязке, в том числе и Брикс, вот до этого вот у меня такой вопрос частного там характера, да. Есть такой термин, может, ты его пояснишь, может, мы неправильно понимаем, как валютные бомбы. Ну, это как бы намеренные атаки, да, против третьих государств. Вот есть какие-то механизмы, да, которые, в принципе, общепонятны для любого человека, который даже не близко, да, находится к теме финансов. Какие-то механизмы с помощью доллара, когда, например, Америка может свергнуть неугодное правительство в третьей стране, используя только тот факт, что в этой стране очень много долларов и они, вот, допустим, продают нефть в долларах. Или, может быть, какие-то есть реальные примеры. Ну, мы знаем, да, что, вот, допустим, Саддам Хусейн хотел отказаться от доллара, да, и Каддафи хотел перейти на евро и вообще в идеале на золотой динар в торговле нефтью. Вот, может быть, пояснишь как-то этот момент? Вот это, на самом деле, достаточно сложный момент. Я не раздумал над тем, конечно, если в какой-то стране используется твоя валюта, ты имеешь рычаги влияния, там, ты можешь устроить кризис, можешь устроить им дефицит товаров, дефицит продовольственных товаров, там, и так далее, да, ты можешь, там, как-то ограничить хождение этих денег, и в итоге все бизнес-процессы останавливаются, да, это, конечно, возможно. Например, если мы предположим, что экономика – это организм, да, человека, то деньги – это кровь, да, вот кровь ходит по телу, там, питает кислородом и так далее. Поэтому, когда вот это вот обращение денег, денежное обращение, когда оно там колеблется сильно или останавливается, или что-то происходит, уже все органы перестают работать. По поводу того, что Ливию, Ирак, значит, на них напали, потому что они хотели продавать нефть не за доллар и так далее, честно говоря, в этом сомневаюсь. Мне кажется, там больше был вопрос контроля над сырьевыми потоками, там, может, еще какие-то вещи, да, мне кажется, там, это больше… Второстепенное что-то. Да, там, все-таки, я думаю, на первом месте было именно вопросы геополитики, там, контроля за регионами. А в Венесуэле вот то, что такое было, была инфляция, да, гиперинфляция, это естественно, или это тоже что-то искусственное со стороны США? Да, это тоже во много, наверное, искусственное. Вот, кстати, когда против нас вводили санкции, они ведь что сделали? Они создали дефицит товаров у нас, попытались создать, да, иначе зачем они заставили свои компании уходить из России? Они считали, что у нас магазины начнут, полки начнут там пустеть, и народ там будет ломиться, все скупать и так далее. Дефицит товаров, значит, цены резко растут, и финансовая система наша дестабилизировалась, а чтобы ее стабилизировать, мы всегда держим часть резервов, часть, точнее, денег, мы их держим в резервах, да, вот мы держали в долларах евро преимущественно, и мы их используем потом для того, чтобы стабилизировать курс рубля, финансовую систему в целом, да, мы осуществляем вот эти валютные интервенции. Если у нас вот эти резервы заблокированы, то у нас нет инструмента для стабилизации, нам нечем стабилизировать, и с Венесуэлой, и с, мне кажется, и с Аргентиной тоже этот факт имел... Это есть ограничение доступа к доллару? Да, это можно, да, конечно, это ограничить, они не могут ошлять платежи, например, нет экспорта, да, а значит, вы там, предположим, экспортируете нефть и на вырученные деньги импортируете там какие-то товары и так далее, если вот этот процесс нарушен, то, конечно, это приводит прямо к экономической катастрофе, в прямом смысле, вот тут вообще даже вопрос безопасности, не то, что там просто стабильности какой-то. Вот давай попробуем подумать по поводу вот дедолларизации, да, я вот зачитаю одну новость, она середина апреля, но в целом интересная. Вот президент Бразилии, да, Волода Сильва заявил, что совместный ВВП стран БРИКС впервые в истории превысил валовый продукт стран Большой Семерки, да, там Евросоюз, США, кто еще там, Канада. Канада, да, в общем, западный блок, да, можно сказать, натовский, и он призвал создать валюту альтернативную доллару, вот как думаешь, насколько реальна перспектива вот дедолларизации, и какая валюта может прийти на замену? Вот какая валюта придет на замену, тут может быть очень много вариантов, все зависит от того, какие интересы у разных государств, это покажет время, но тут может быть разные варианты, да, разные события, по-разному могут события пойти. Например, в Международном валютном фонде предусмотрены специальные права заимствования, да, когда-то у нас в Совете экономической взаимопомощи еще в советские годы был переводной рубль, когда-то был, например, EQ, так называемый, который потом стал евро, то есть вот эти инструменты, они всегда были, это ничего нового здесь нет, формируется некая корзина валют, и вот эта вот корзина валют, на основе этой корзины валют, значит, имитируется какая-то бумага, скажем так, когда у нее есть какая-то ценность, и она может быть использована для международных расчетов, но не внутри, да, то есть это как бы валюта, но которая не находится в свободном обращении. Она менее универсальна, чем доллар, получается, да? Да, конечно, она будет, как бы, если такую валюту создадут, предположим, да, страны БРИКС, то это не говорит о том, что мы сможем, значит, этой валютой пользоваться, как обычные, там, да, простые люди, там, так далее. Скорее всего, они будут использоваться для того, чтобы осуществлять платежи, это больше, это да, к банковской семье. А то, что страны БРИКС, они превзошли развитые страны, вот эти группы семей, тут вообще ничего удивительного нет. Я даже больше скажу, если мы будем считать именно по паритет покупательной способности ВВП, если мы уберем вот эту финансовую надстройку и посмотрим реальную экономику, то, мне кажется, БРИКС обошел наверняка еще раньше. Что можно точно сказать, так это то, что вот рост мировой экономики, мировой ВВП, вот сам рост, вклад стран БРИКС давно превзошел развитые страны, уже как несколько лет назад. Да, то есть от того, как себя чувствуют страны БРИКС, для мировой экономики больше, как бы, мировая экономика больше зависит от, как бы, стояния, там, платежного баланса и торговли, производства в странах БРИКС, чем в развитых. Но тут есть еще один момент очень важный, ведь именно в странах БРИКС большой объем резервов. Это говорит о том, что эти страны больше продают, чем импортируют, по крайней мере, стоимостным выражением. И госдолг, наверное, ниже, да? И госдолг ниже, да. Но там могут отличаться, сейчас точно все страны не вспомню. Но в Евросоюзе традиционно там вот скольких, 60 стартует? Да, конечно. Там у них, по-моему, даже норматива, там где-то около 60, Япония. Япония вообще в этом плане уникальная государство, у него, по-моему, уже там 100-200 процентов, сколько там уже идет. И так далее. И сами американцы, там уже сколько триллионов этот госдолг. То есть сама финансовая система более здоровая в странах БРИКС. И вот этот вот потенциал, то, что они могут себе наработать некий резерв, вот этот резерв может быть использован для того, чтобы создать вот эту вот новую валюту. Сами бразильцы собираются перейти на, вместе с Аргентиной, они уже заключили, они собираются заключить соглашение, хотя это они уже очень давно собираются сделать, валюта СУР. Я так понимаю, это, наверное, с испанского, с латинского языков переводится как ЮГ, видимо. Значит, вот эта валюта будет, но, опять же, неизвестно, что это за валюта будет, как она будет обращаться и так далее. Значит, такие же попытки есть и в других регионах. Кстати, в Центральной Америке, там у них есть свой резервный банк даже и так далее. У самого БРИКС, ведь в 2014 году, что очень важно, в Бразилии, на бразильском саммите, в Форталезе, по-моему, она проходила тогда, они, страны БРИКС приняли договор о создании полуусловных валютных резервов. Но сам резерв выражен в долларах США. Там было 100 миллиардов, наверное, сейчас тоже 100 миллиардов, и там прям целые механизмы выстроены, созданы, да, как из этого, скажем так, фонда, из этого пула направлять деньги для стран БРИКС, если у них там дефицит, там платежного баланса и так далее. Давно ЦАР как раз обращался, да, Центральная Африканская Республика, чтобы ее приняли. Да, конечно, а сейчас еще очень много стран тоже просится туда. Но у БРИКС вообще с самого начала, как он появлялся? Ведь мы все говорим только, ну, часто, когда мы вспоминаем 2007 год, мы вспоминаем Милхенскую речь президента нашего. Но ведь 2007-2008 годы, ведь мы же тогда инициировали создание БРИК. По-моему, это было на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций. И вот тогда впервые была выдвинута инициатива нашим президентам. И первая встреча БРИКС, БРИК тогда еще, да, Южно-Африканская Республика, по-моему, в 2011 году присоединилась. То есть, кстати, механизм принятия стран тоже не новый, да, для БРИКС. То есть, ЮАР попозже присоединился. Так вот, первая встреча прошла, если не ошибаюсь, в Уфе. По-моему, был 2009, 2008 или 2009 год. И вопрос там стоял о создании многополярной экономики. Там, может быть, формулер чуть-чуть по-другому был? Изначально тогда хотели страны БРИКС, ну, БРИК тогда еще, хотели координировать свои экономические потенциалы для того, чтобы выйти из кризиса 2007-2009 годов. Вот тогда этот кризис был, да, то есть они совместно, совместными усилиями будут выходить. И над БРИКС очень долго смеялись, все потешались, да. Я это испытал на своей шкуре просто, да, это и за границей, и здесь никто всерьез не воспринимал. И когда в 2014 году приняли вот этот договор, и в 2014 году же еще приняли договор о создании, по-моему, новой банкразвития, называется БРИКС, да. И только в 2016 году у Международного валютного фонда выходит материал, касающийся вот этой, так называемой, глобальной сети финансовой безопасности. Это все резервные фонды, те, которые в управлении Центробанковой, региональной и сам МВФ. И речь шла о том, что появились альтернативы МВФ в регионах, причем не только в регионах, но и такие глобальные, как БРИКС, да. Они не универсальные, но глобальные. Да, из разных континентов. И проблема стояла в том, как они все должны между собой координироваться, да, все эти фонды. Потому что получается, что из одного фонда я могу привлечь деньги по одним условиям, из другого фонда по другим условиям, там, и так далее. Тут может быть конкуренция между фондами, да. Вот мы видим, например, сейчас, как МВФ предоставил, значит, кредиты Украине, да, и при этом не собирается ни замораживать процентные ставки, ни замораживать долги, ничего вообще. То есть это все придется выплачивать? Это все придется выплачивать. Более того, они сейчас вынуждены, вот деньги, которые они получают от МВФ, они не могут их тратить на свои какие-то нужды внутренние и так далее. Они их используют для того, чтобы вернуть предыдущие долги. И при этом от них же требуют сокращать еще больше, сокращать госрасходы, увеличивать налоги и так далее. То есть все эти расходы, они не вкладываются в экономику, это просто обслуживание долгов и, допустим, даже закупка оружия, да, может быть? Да там, по-моему, у них даже для закупки оружия нельзя использовать. Там они, да, там прям у них совсем плохо, потому что сам вот это соглашение, там в рамках статьи 5, по-моему, статьи соглашения МВФ, МВФ заключает соглашение с Минфином и Центробанком. Вот если вернуться к теме общей, да, которую мы обозначили, где долларизация. Просто она звучит очень красиво, понятно, о чем идет речь, что там страны, ряд стран начинают отказаться от доллара. Но это выглядит больше как процесс, да, диодоларизация. То есть где конец этого процесса и есть ли какие-то там оценки, прогнозы, кто-то говорит 10 лет, да, когда этот процесс дойдет до своего завершения. И что там, ну, должно замаячить на горизонте, чтобы мы сказали, что вот дедоларизация завершена. Ну, очень тяжело сказать, когда это произойдет, потому что я давно тоже, и мы с тобой не раз, кстати, как-то говорили на тему, что дедоларизация началась давно. Ну, мы давно это обсуждаем, но мы не знали, что с 2022 года этот процесс ускорится. Как может выглядеть мир ближайшего будущего, на мой взгляд? Если обратить внимание на то, что сказал господин Си, когда приезжал в Москву и на встрече с нашим президентом, там тоже встал вопрос о расчетах в юанях. Но там речь шла о расчетах в юанях с то, что мы называем дальним зарубежием, со стран дальних зарубежей. То есть, это не касается СНГ, это не касается не то, что Евразийский, КНС, а именно СНГ, потому что это ближнее зарубежье, именно с дальним зарубежьем. Американцы надорвались с этим долларом, почему? Потому что, почему вообще мы оказались в этой ситуации дестабилизацией, точнее, перманентных дисбалансов вот этих? Почему я начал изначально с того, что мы потеряли ориентир и так далее? Если твоей валютой пользуются другие страны, то тебе придется взять на себя еще и бремя стабилизации мировой финансовой системы. А это очень тяжело, потому что если у других стран начинаются экономические проблемы, они будут стремиться к тому, чтобы снизить курс своей валюты, чтобы на экспорте больше зарабатывали. И как это сказывается на долларе? А как сказывается на долларе? В таком случае товары, произведенные в развивающихся странах, они по цене более конкурентоспособны, чем те же самые американские товары. И вот это нанесло ущерба американской промышленности. То есть американская валюта проседает, экономика, а вместе с ней американская валюта. Ну сама валюта она дорожает, а промышленность, да, промышленность, да, промышленность время снижается, конечно, и они не могут на своих внутренних рынках, свои производители на своих внутренних рынках не могут конкурировать с товарами, которые приплыли через океан. Да даже ВПК тот же самый взять, да, там 10-20 лет назад те же самолеты стоили там в разы дешевле. Да, абсолютно верно, да, да. То есть тут и не только технологический прогресс, но и вот этот финансовый. Да, да, и сам, да, конечно, и при этом, да, инфляция растет и для самих американцев, и с ними для всех. Но к чему я это веду? Вот до недавнего времени основная часть мировой торговли, она была, скажем так, глобальной. А сейчас, когда у нас формируются регионы, вот буквально два года назад в Восточной и Восточной Азии объединились и приняли договор о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. Это аналог ВТО только в регионе, но он более интегрирован, чем ВТО, да. Они даже создали свои органы, да, вот этой организацией и так далее. То есть в чем речь? Значит, производство вот Восточной и Юго-Восточной Азии, туда, кстати, Австралия, Новой Зеландии вошли, помимо Южной Кореи, Японии, Китая, страны Асяны. То есть производственные цепочки, само производство товаров, да, потому что сейчас ни одна страна полностью все сама не производит. Мы всегда какие-то комплектующие закупаем и так далее. Вот все это у них концентрируется в Восточной и Восточной Азии. И благодаря одному поясу, один путь, вот этому проекту, потом все эти товары по китайским дорогам распределяются, расходятся по всему Евразийскому континенту и даже Северной Америке. А в этом союзе валюта обращения юань? Да, и вот в этом будет юань, и он уже становится юань. То есть Япония это принимает? Конечно, это вот, кстати, доля японской иены и даже сингапурского доллара вполне останется. Я думаю, они никуда не уйдут, они тоже будут использоваться как резервная валюта и так далее, но доминировать будет юань. То есть, если о чем, ведь почему Китай прикладывал столько усилий для того, чтобы недавно сблизить Иран с Саудыск-Карави? Ведь вопрос, как великий шелковый путь когда-то пришел в упадок, в том числе из-за того, что все друг с другом воевали. Все пытались ограничить товаропоток из Китая, попадание китайской технологии к своему врагу, потому что это использовалось и для военной мощности. Ну и китайцы все-таки хитрое действие, они не складывают все яйца в серединный маршрут через Средняя Азия, через Россию, который в принципе из-за Украины заморожен. То есть, южный маршрут, кстати, который я больше всех недооценивал, потому что это регион конфликтный, кризисный, война, он по сути становится наиболее таким оптимальным. Да, и потом, все-таки по морям возить намного дешевле. Сколько у нас влезает в контейнеровоз, если мы все это разложим на вагоны, то у нас там состав будет длиной километров сто, наверное. Но в чем тут суть? Ведь тут получается, что Китай доминирует не только в торговле, но и в финансовой системе. Потому что если основная масса товаров, так или иначе, производство их связано именно с тобой и именно по твоим путям, это распределяется потом по всему миру и так далее. Если уже на Ближнем Востоке Иран и арабские страны договорились продавать нефть за юани, это говорит о том, что если нефть купили за юани, то ценообразование на другие сырьевые товары тоже будет зависеть от цены на нефть. То есть где-то на горизонте маячит дедолларизация через юань. Да, то вся производственная цепочка в юанях. А далее возникает вопрос. Западные страны, у которых очень много долгов, от валют которых все отказываются, им нужно поднимать ставки, ключевую ставку. А это сейчас происходит. Вот вчера ФРС поднял уже 10 раз подряд, 10 раз подряд поднял ставку и Европейский центральный банк сегодня поднял ставку. Вот они постоянно поднимают ставки. Обслуживание долгов усложняется. Все товары производит Китай. Китай в один прекрасный момент им скажет, «Ребята, а у меня нет доверия к вашим валютам, у вас огромный долг, у вас финансовая система нездоровая. Поэтому давайте лучше торговать в юанях. И тогда вообще у вас не будет никаких проблем, и мы вам будем любое количество товаров поставлять на ваши рынки». И все, это на самом деле очень серьезный удар. И в этом надо сказать спасибо нам, именно России. Потому что когда мы перенаправили потоки нефти и газа, вот после начала спецоперации, когда ввели антироссийские санкции, то получается так, что развивающиеся страны сейчас покупают сырье по цене дешевле, чем страны Запада. Это очень сильно меняет вообще вот всю вот эту обстановку. Хотя азиатский рынок традиционно был более дорогим, да, то есть он дороже покупали нефти. Конечно, потому что мы столько поставляли. У нас 60% экспорта сырья шло в центральную Европу, а теперь мы ее перераспределяем в ту сторону. То есть теперь получается, восточные и южные страны будут производить товары дешевле, у них сырье просто дешевле. Вот когда мы говорим в Восточной Азии, на самом деле, вот ты сказал про Японию, я вот еще на днях читал новость о том, что Южная Корея, Индонезия хотят перейти на торговлю в национальных валютах. То есть правильно ли я понимаю, что это не только тренд так называемого мирового большинства, да, который имеет на Америку зуб, да, и санкции боятся и так далее, там Россия, Китай, Индия и так далее. Ну и в том числе союзники американцев, Южная Корея вообще американская военная база, то есть они тоже устали от доллара. Да, и не только они, я говорю, там в договор о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, вот который по сути собран вокруг Ассен, туда входит и Австралия и Новой Зеландии. Который, кстати говоря, вот входит в эти альянсы, да, там Аукус, там всякие Пять глаз, которые американцы собирают против Китая. Против Китая, именно против вот этого торговых путей китайских. И поэтому у Китая альтернативой всегда будет оставаться суша. А суша, там доминирует Россия, там, значит, и нужно договариваться и с Ираном и так далее. Вот, поэтому этот процесс давно начал. Но я думаю, Южная Корея это делает не потому, что они решили там отойти от американцев и так далее. Мне кажется, там просто вопрос экономический больше, такой целесообразности экономической. Потому что очень многие страны, когда уходят от доллара, они как бы это делают, потому что им так дешевле. Например, если трудовой мигрант в России, если он отправляет деньги, предположим, к себе на родину, то он же их не меняет здесь на доллар, отправляет туда, а потом доллары меняет на национальную валюту. Поэтому проще центральным банкам заключить или государствам заключить между собой соглашение о том, чтобы можно было считать платежи или транзакции в национальных валютах. То есть это все просто облегчает... Я думаю, здесь с Южной Кореей как раз речь идет о том, что Корея больше настроена на регионализацию. То есть, видимо, все понимают, что вот та глобальная экономика, которая у нас до сих пор была, которая была основана на статьях соглашения МВФ, на генеральном соглашении по тарифам торговли, но если мы говорим международную правовую сторону, которые закрепили основные правила для мировой торговли, если можно так вырезаться. Все понимают, что оттуда мы уходим. При этом, кстати, эти международные, вот эти универсальные договоры, их не обязательно убирать. Не обязательно МВФ или ВТО должны будут уйти в прошлое, потому что там правила настолько обтекаемо сформулированы, что их можно совместить с регионами. Так вот, теперь получается, что если основная часть мировой экономики будет концентрироваться в разных регионах, то вот эта глобальная торговля межрегиональная, ее доля сильно падает. Поэтому у Китая, с учетом его промышленной мощи, у Китая есть все возможности взять на себя вот эту глобальную торговлю. В рамках регионов, внутри регионов торговля осуществляется в национальной валюте доминирующего государства, а уже на межрегиональном уровне. Расчеты в юанях. И это на самом деле такой баланс, потому что в таком случае Россия берет на себя финансовую стабильность своего региона. Бразилия на себя берет Южную Америку, потому что у них там тоже есть Меркосур, Унасур. Там Бразилия единственное государство, которое участвует во всех региональных соглашениях, в том числе у расчета национальных полюций. С Соединенными Штатами тоже. Да, но я имею в виду и собрать сам Южную Америку, потому что они со всеми вообще там. Они даже сформировали международную организацию стран, которые граничат с Бразилией. То же самое и в Южной Америке. Вот Южноафриканский ранд, на него ориентируется и Восточная Африка, и страны Индийского океана. Значит, есть соглашение о Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества во главе с Индией. Там Рупий как бы тоже... То есть смысл Брикса, я так понял, в том, чтобы объединить лидеров в регионе, которые дают одновременно и региональное развитие, как вот такой тренд. И в то же время они, как представители регионов, координируют уже сами регионы. Да, то есть это такая уже межрегиональная, уже можно сказать. Вместе вот, завершая, так сказать, эту тему, да, где долларизация в виде резюме, правильно ли я понял, что этот процесс на самом деле естественный, да, потому что вот по истории рассказывал, что постепенно доллар там себя дискредитировал, там сначала отказ от золотой привязки, потом санкции. И в то же время отчасти это результат вот, ну, геополитических процессов, которые сложно прогнозировать также, ну, в части СВО. То есть это комбинация. То есть этот процесс шел, а СВО как бы добила долларизацию, ускорила ее. Да, СВО показало, окончательно всем показало, что этот тренд, единственный тренд, который дальше может идти. Других альтернатив нет. И далее, конечно, этот процесс ускорился, в том числе и потому, что страны Запада начали вводить санкции, да. То есть, вот как ты сказал, то есть этот процесс уже имел место быть, это естественный процесс, да. И вот этот естественный процесс просто ускорился. И сейчас мы еще находимся в такой период резких колебаний, изменений. Сейчас прогнозировать что-то, это все равно, что во время шторма сесть в лодку и плыть рыбу ловить, да. Как бы надо все-таки подождать, когда все это трясется, и тогда мы поймем вообще, где мы. Ну, ху и с ху мы как бы начинаем понимать потихоньку. Да, у нас уже появилось, что очень важно, БРИКС и расширение БРИКС нам уже показывает, каким будет контур многополярного мира именно в экономической сфере. Да, уже там 19 стран хотят вступить. Я думаю, западные страны уже покусывают локти, да, что они эти страны профукали. Ну что ж, я думаю, это была очень такая плодотворная беседа. И обращаясь к нашим зрителям, хотел бы сказать, что часто то ли по незнанию, да, или просто нам лень, мы не следим. Хотя, признаюсь честно, и мне сложно иногда понимать финансовые темы, да, тут без экспертов очень сложно обойтись, но они не менее важные, да, и отчасти, когда мы говорим про какие-то серьезные темы, вот завтра там американцы объединяют Юго-Восточную Азию, нападут на Китай, то есть экономические показатели, да, статистика, они нам доказывают, что это маловероятно, да, потому что та же самая Япония, другие страны Юго-Восточной Азии, они все-таки в торговле, там, в финансах, инвестициях ориентированы все-таки на Китай. Ну что ж, Мехти, я тебя благодарю за эту беседу, надеюсь, будут новые поводы и до новых встреч. Спасибо тебе большое, спасибо. А я напоминаю нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях был эксперт по международному финансовому и валютному праву Мехти Мехтиев. С вами, как всегда, был Камран Гасанов, до новых встреч, это была передача Королей и Пешки. Продолжение следует...